всем ребят привет я сегодня снова с вами если вы меня видите значит мы находимся на шурфе зачастую меня видеосюжеты связаны именно шурфами потому что все у нас в округе выбито ходить смысла нету и сейчас только за остается заниматься шурфологии вот я сегодня будничный день выбрал для копа хотел побыть один в тишине насладиться одиночеством но к сожалению приехал сюда вдали стоит машина возле машины там кто-то ходит подъехал я к шурфам к старая старая разработанная вот передо мной прям стоит дымовая яма вся вывернутая наизнанку вот и вон всех вон кустах и еще один комрад то есть сегодня мне снова не не посчастливилось покопать одному в прошлый шурф тоже хотел покопать один но получилось так что производил даже какие-то обучающие пособия встретил двух молодых начинающих комрадов потом еще один подошел но уже в возрасте все начинающие пришлось какие-то им уроки преподавать по шурфу но в принципе все нормально они уяснили и у них находки пошли и все были довольны так что сегодня приехал снова на эту же деревню будем наверное разрабатывать какой-то новый шурф если не получится то придется за кем-то до шурфить то есть деревню уже не просто выбито но и все домовые ямы просто на просто взорваны скоро эта деревня полностью уйдет небытье так что так вступление сделал вы меня видите так что все хорошо ветер у нас сильный из-за этого я начала снимать свой видео сюжет непосредственно в машине так что так сейчас если что-то интересное будет я вам конечно объясню покажу вот и по мере возможности буду включаться когда будет интересные находки если они сегодня у нас будут ну как вы знаете зачастую на шурфах у меня всегда находки и большое количество именно монет советской эпохи так что ладно все в путь вперед и так ребят подъехал я к парням которые здесь стоят там она одна машина вот вторая и оказывается это мои знакомые представляете мои знакомые которым стаж уже по 10 лет они копают и больше они монеты не собирают перешли на металлолом собирают металлолом вот так вот монетки надоели теперь перешли на металлолом говорят по 250 килограмм каждый день отсюда вывозят и какой-то заработок имеют с этого любопытство вот они че собирают вот такие вот хрени серега вон ищет чего-то всего вот это до 15 килограмм офигеть здесь тут это дороги были тракторы хочу за уголь каменный уголь зачем у меня печку гаража стоит иногда маленький почему сейчас килограмм по 10 по 10 рублей сколько ходка у тебя получается на 2000 за полдня 2 рубля может и я перед на это скором будет ладно пойду я все таки монеты копать удачи не знаю может быть и меня такая участь достигнет я тоже буду собирать металлолом а я поехал шурфить итак ребята все таки я приехала на свой старый шурф который свое время разрабатывал находки там были вот покопал я с тем камрадом и любопытно тем что он представляете суда своим ходом добирался то есть от самары ехал на автобусе до ближайшей деревни и потом пешочком километров наверно 15 шел суда покопать я конечно удивляюсь таким камрадом просто низкий поклон транспорту него нету своего и он дешурфился на старом шурфе вот говорит что в свое время он там копал находки были зачетные он решил продолжить я с ним покопал немножко вот вроде как он как не хотел чтобы афишировал я его не показывал в общем я там поднял всего две монетки 10 копеек какого-то года рамочник и копеечка двадцать четвертого года на этом и все не люблю я шурфить старые шурфы за кем-то кем-то подбирать то что осталось вот хочется самому сливки поснимать новых фундов и вот я приехал в тенек здесь ветра нету снимать в принципе нормально вот и хочу продолжить свой шурфик там нормальное место светали мы там начинали вот так что я думаю находки у нас будут и есть чего вам сегодня посмотреть так что смотрим продолжаем итак ребят зашурфился я в старом шурфе который здесь ранее какой-то разрабатывался пару лет назад и верховые надергал штук шесть советиков но не вам не показывал монеты шестьдесятого года ничего особенного сейчас еще один камрад подъезжал я нахожусь около дороги вот человек тоже самара приехал в общем покопала сегодня снова в одиночестве как говорится уже сколько 24 55 камрадов на этой деревне сегодня копает вот так вот плюс здесь какая-то еще грузовая ездила машина не знаю что за грузовая воровайка камаза со здоровыми колесами не знаю то ли блоки дергает отсюда или же металлолом в общем сегодня здесь опять как и всегда очень обильное количество камрадов так что продолжаем этот шув пусть и советики 60 но сам факт интересен то что монеты выскакивают от нас другой так что ладно продолжаем копаем не так ребят наконец-то наконец-то я вам что-то покажу покажу ничего особенного это 20 копеек тридцать шестого года это все что я сегодня заслужил на копе очень большое количество поднял советских монет шестидесятого года и она как бы вашего внимания вообще никак куча наверно штук 15 поднял советиков и вот единственная монета которую я вам решил показать долго я ждал что-либо похоже какой советик ранний но никак вот так вот фундамент у нас оказался не перспективный вот он уже кем-то разрабатывался и я взял его за основу шифер так что ничего интересного наверное не будет если не интересно можете покинуть мой канал и перейти на более серьезный где у нас склады золото-серебро а кто нравится смотреть шурфы реальные находки что подымают люди оставайтесь и будем дальше копать думаю чем интересным у нас будет итак ребят прошло еще полчаса после того как я вам показал двадцатку тридцать шестого года и следующая монета выпала радует то что это желтенькая по размеру пятачок год к сожалению сказать не могу на ней на рост какой-то 40 наверное они 30 старый герб значит 30 классно классно хух вы здесь вот вдоль стены как вы видите похоже такая на опалубку или что-то в вроде вот на на ней я подымал монетки вот шестидесятого года и здесь вот вдоль тоже большое количество было здесь вот монеты 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 очень много монет я даже не знаю почему его бросили свое время шурфить потому что недоделанный пуговка и здесь вот тоже старый холм тоже я решил его расшевырять там тоже были находки правда копеечки ничего серьезного ладно продолжаем и так ребят бомблю я вот здесь вот уголок сигнальчики выскакивает зачастую двушки трешки шестидесятого и я вот ее уже в руки брал и решил вам показать думал двушка очередная 2061 года но нет это у нас 10 копеек сороковой год хорошо а то уже 61 года даже вплоть до 70 уже надоели надоел я их уже здесь собирать шурф очень богатый по монетам очень богатый возможно здесь свадьбы было была традиция осыпать новобрачных мелочи и монет здесь полно ладно сейчас буду вбить вдоль этого вот сруба это нижний венец сруба и туда дальше дальше будем идти итак ребят большая монета судя по всему какой на ней нарост это у нас пятачок шестидесятого года нарост на ней отвратительный и я могу с уверенностью сказать что это 61 жуть жуть такая монетка устал я уже копать эти монетки что-то вашего внимания всего-навсего через какие-то 20-30 минут а так уже полный карман набил не знаю штук 30 точно но в конце видео я вам покажу чего и сколько я тут на бомбил не так ребят решил я немножко отдохнуть от шурфа здесь вот были находки верховые и решил еще раз походить копнул здесь железяка и выпала монета трешка десятого года вот такая зачетная чистенькая классника зачет может быть здесь раньше в свое время дорога была как и существует накат на может быть может быть так что прогуляем сейчас по этой дорожке посмотрим на результат здесь трешка здесь пятнашка год сорок третий сорок третий более 42 по дорогой или 43 не знаю не знаю машине приду посмотрит каталогу пятнашка 43 года зачетно продолжаем и так хожу я все по этой дороге был сигнал но отвратительный как-то я не знаю и выпал большой кругляшок я сначала думал что какая-то обычная шайба вот над монета но когда перевернул я смотрите по ней лопатой еще засадил конечно неуверенно я ее копал и выпала двушка первая царская сегодня монета офигеть вот такая вот монетка выпала на дороге год к сожалению сказать не могу но вот такая вот двушка жалко я по ней лопаты засадил аж трижды смотрите трижды надо же умудриться три раза по видно она вот так вот и стояла в земле ребром из-за этого плохой сигнал был я по ней два раза три раза засадил жалко 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 я думаю сейчас может быть тяжелую артиллерию подключу потому что на этом пятачке очень много монет макро рейсера час все-таки возьму и посмотрим что у нас поглубже будет классно поживем посмотрим не так кручу себя все на этом же пиртачки возле такой вот крапивы на дороге макро рейсер включал жуть что происходило здесь очень глубокие сигналы зачастую ржавые и очень сильный фон если сейчас я включил например аську 250 именно на все металлы то есть смотрите какая здесь это полифония это верховые всего-навсего на 10 сантиметров а макро рейсер мой видит куда глубже и там вообще полный жуть тем более у меня катушка огромная но я к чему у меня сигнал и вот выпала монета судя по всему что это у нас а царская монетка да 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 это у нас копеечка царского царского николая до николай николай последний год к сожалению сказать не могу но фактом что это очередная царская монета классно классно без царей я сегодня все-таки не остался продолжаю дорожку я всю выбил теперь немножко на обочину сюда вот отошел отошел и сигнал монета классно и так ребят на последней царской копеечки я наверное закончил свой видеокоп обзором своих сейчас подойдем к машине и сделаю вам обзорчик того чего я сегодня накопал дорогу я оставил за собой нормально добротном состоянии то есть я мог нету всегда закапывайте а за собой ямки потому что зачастую бывают проблемы когда машина провалится в эту ямку если ямка на штык лопаты неприятно можете и сами тоже попасть в эту яму так что будьте вежливы аккуратны по отношению к другим камрадам соблюдайте традицию закупывайте за собой ямки и так ребят на этом я наверно буду заканчивать свой шуфик он получился у меня достаточно богатый по находкам но к сожалению с другой стороны бедный тем что монеты всего-навсего зачастую здесь были 60-70 года богатый с другой стороны бедный так наверное видеосюжет и назову ну не обессудьте не всегда фундаменты выстреливают хорошими находками я свой фунтик уже начал присыпать как я и говорил что здесь действительно в свое время и было возможно свадьба и новобрачных осыпали монетами потому что все монеты были вдоль стены в той части с другой стороны дома в углу всего-навсего выскочила одна монетка тоже 60-го и на этом все дошел я до маяка к сожалению хорошего интересного вашего внимания не нашел есть конечно сопутка достаточно хорошая тем что обувка здесь кожаная а кожаная обувка это очень очень хорошо встречается стекло такая ажурная красивый наверно графин или что-то в этом роде тоже попадаются горшочки коричневые даже бывает черные черные горшочки но к сожалению черные горшки не всегда как вы видите говорит о том что здесь могут быть царские монеты но черные горшки зачастую попадаются там где крутится постоянно царизм но к сожалению здесь так не произошло но на этом наверное закончу сейчас я подойду к машине сделаю обзор крупный того чего нашел повторюсь нашел я очень много монет но все сейчас вы все сами и увидите и так ребят на этом мы и закончили сегодняшний видеокоп солнышко садится и нам пора собираться в путь дорогу в общем откопали мы сегодня неплохо шурф оказался богатым а с другой стороны и бедным единственный плюсик в том что по дорожке собрал несколько хороших монеток которые достойны вашего внимания так что сейчас будем делать обзор находок количество внушает богатый богатый был шурф а с другой стороны и бедный так что смотрим находки но по монетам ребят получилось вот так вот ничего серьезного но есть что показать две вот таких вот пули пуговка и вот такая интересная пуговица очень интересно не знаю какая то наверное древняя потому что медная красивая начнем с конца советики это все 60 70 копеечки ничего интересного душки тоже 60 70 2 червонца пятнашки 2 2 двадцатки и трешки 5 штук и пятачок 61 года ну и все что у меня сегодня порадовала зачастую меня каждый раз на копе так но сегодня было приятно поднимать и рамочники рамочник 40 рамочник 55 рамочник 43 пятнашка двадцатка 36 пятачок 30 и 3 3 50 но из меди меди получался вот такой вот царица полей двушечка принципе приятный сохран но я по ней трижды ударил представляете трижды потому что там дорога и лопата с трудом туда вообще влазила пришлось при помощи как бы ломика работать это у нас царицы полей 1810 года приятная монета и копеечка тоже царская последняя находка 1903 года но сохран не знаю процесс чистки только покажет и копеечка 24 года сохран будет шикарный после чистки вот такая вот монета ну а сейчас пару слов на прощание ну и все находки мы с вами посмотрели получилось как вы видели 43 монеты зачастую все советские монеты 60 80 но порадовали кое-какие образцы выпало три царя и 1 24 то есть три всего медика это выкопал как вы видели на дороге так что вот так вот сегодня у нас получилось хотел покопать снова в тишине в одиночестве послушать пение птичек но к сожалению сегодня здесь тоже было очень густо то есть сегодня было здесь пять камрадов это только я пятерых видел другие говорят что еще где-то лазили но не знаю зачастую все камрады здесь собирают уже металлолом то есть монетки их уже не интересует хочется уже и заработать но мы не зарабатываем мы чисто для души собираем нашу коллекцию пополняем каждый раз все новыми и новыми экземплярами так что все на этом и все встретимся следующий раз на новом шурфе все всем пока и удачи и